А сейчас слово нашему колумнисту Сергею Кургиняну. Это все признаки разворачивающегося мятежа. Сказки про то, что этот мятеж осуществляется без помощи Запада, уже не выдерживают никакой критики. Мы видим все. И я хотел бы посмотреть, как бы действовали в Париже или Лондоне, если бы кто-нибудь захватил какое-нибудь административное помещение. Или использовал бы бутылки с напалмом против полиции. Все было бы намного более жестко. Ничего не хочу диктовать украинской стороне. В высшей степени бережно отношусь к суверенитету Украины и к действиям там всех сил. Считаю категорически недопустимым никакое внешнее вмешательство, которого ждут. Я не верю, что у господина Обамы или у представителей Европы хватит дерзости и безумия действительно уступить этим призывам и вмешиваться. Но это вмешательство означает эскалацию глобального конфликта. И у меня четкое представление, опертое на реальную информацию, согласно которому провал Обамы и Запада в Сирии повлек за собой подготовку украинского реванша. И то, что мы видим, есть этот самый реванш и попытка под другим углом, с другой позиции начать действия против России и на Украине. Каждый гражданин России должен понять, что такое натовские ракеты в Харькове или Донецке. Это конец российского суверенитета. Поэтому я считаю, что ситуация на Украине сейчас по своей остроте сравнима с той, которая была в Сирии. Слава Богу, тогда разрешить ситуацию удалось. Давайте будем надеяться на то, что и сейчас это удастся. И предпримем самые настойчивые действия для того, чтобы наши надежды сбылись.